Поздравляю вас с 64-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! От 9 мая на Дворцовой состоялся военный парад второй раз за последние два года и второй раз за последние 17 лет. О том, чем нынешний парад отличался от прошлогоднего, несколько позже, а пока о том, что такое парад вообще. Слово «парад» происходит от латинского пара, что означает торжественное прохождение войск с торжественным маршем с боевой техникой. Традиция проводить парады зародилась в армиях Древнего Египта, Персии и Рима. Одной из форм парадов у римлян были триумфы, которые полководцы устраивали после удачного завершения походов. На Руси триумфальные шествия войск проводились с конца 12 века. Например, после разгрома немецких рыцарей на Чудском озере, войск Александра Невского в полном боевом облачении прошло по Пскову под праздничный перезвон колоколов. Своеобразные парады были и во времена Петра Первого. Сначала они практиковались в потешном войске молодого царя, а затем в гвардейских частях. В Петербурге парады и смотры проводятся с 30-х годов и 17 века. До революции они были многочисленными и разнообразными, придавая городу торжественный облик военной столице. До 17-го года в торжествах обыкновенно участвовал весь второй состав одного или нескольких полков. В 18-м веке парады проводились на Марсовом поле и Дворцовой площади. Последнее стало предпочтительным местом с эпохи Александра Первого. Он проводил военные церемонии 8 раз в году. С развалом Союза опустила Дворцовая площадь. Военные шествия возобновили в 96-м году прошлого века, а сам парад восстановили только в прошлом году. Инициатором выступил тогдашний командующий Неградским военным округом генерал-полковник Герасимов. Он вывел на Дворцовую 3800 солдат и офицеров и 87 единиц техники. В нынешнем году все было несколько по-другому. И командующий новый генерал-лейтенант Богдановский, и техники побольше. В 64-й годовщине Победы на Дворцовую вышло 3000 военнослужащих из 23 парадных расчетов, а также 97 единиц боевой техники, вся колесная, чтобы гусеницами тяжелой техники не повредить асфальт городских улиц и бручатку Дворцовой площади. Впервые за все время парадов комментарий телеэфира шел на всю Дворцовую площадь. И в эфире нашего канала, который вел прямую трансляцию, и на параде звучал голос заслуженного артиста России Александра Николашина. За 76 лет в Ленинграде живу, как житель блокадного Ленинграда, как мальчишка в 11 лет, награжденный медалью за оборону Ленинграда. Я впервые на Дворцовой площади веду репортаж. Для меня это, ну, я считаю, это первый, ну, наверное, последний раз. Я ночью несчастно не спал. Я ночью не спал. Хотя опытный вот такой, чтобы 12 лет за границей работать, вести программу на всех семи языках стран Баршавского договора. Я уж такой битый волк. А вот тут волнение. Ну, волнуюсь и все. На минувшем параде впервые за последние 35 лет не вышли правительственные зилы. Супер кабриолет завода имени Лихачева 9 мая 2009 года сменили тигры. Детище Горьковского автозавода модели 2330. На многоцелевых полноприводных кабриолетах на встречу друг к другу ехали командующий парадом на штаба округа Третьяк и его руководитель, командующий войсками округа, генерал Богдановский. Парад начался в 10 часов 3 минуты и 26 секунд и шел ровно 44 минуты.